Мы в прошлых уроках прошли о важных темах, которые связаны с мужчиной и женщиной. Мы сказали то, что мужчина — это в семье сторона разума, и, в принципе, мужчина по натуре, он есть в принципе разум, холодная голова. Женщина, с другой стороны, — это полно эмоций, ракошот, что называется. Мы дали пару примеров, где эти две вещи в практическом уровне проявляются, где мы должны знать, в каких вещах мы должны обращать внимание, где мы не можем ожидать, что с другой стороны может меняться, и в каких вещах мы можем работать над собой с вашей помощью. Сегодня мы хотели бы дать еще пару примеров, пару, скажем так, практических вещей, где мужчина и женщина, они разделяются, и они другие, и как, увидим с помощью, как каждая сторона пополняет именно друг друга. И начнем с примера женщины. Мы знаем то, что на ашканадских свадьбах принято то, что когда мужчина стоит под хупой, то ее будущая жена приходит, кала, невестка, приходит и окружает своего будущего мужа семь раз. Семь раз окружает его, как стена. Не только это. Мы знаем, принято уже давно, то, что когда муж, мужчина, женщина, они женятся, то где является тот факт, через чего мужчина покупает, приобретает, скажем так, все это и половину? Это кольцо. Кольцо, это тоже вещь, которая круглая. Тоже, но так же, как она окружает его. То же самое, он дает ее символическую вещь, которая, да не символически, это в принципе то, что она покупает, она становится как бы его как бы женой. Но это тоже факт, что он как бы круглый, в этом тоже заложен как бы смысл какой-то. Говорят наши мудрецы, то, что женщина, она, у нее есть как бы место, у нее задача, как бы в семье, потому что она является оградой, она является ограждением, она является защитой своего мужа. Из-за этого, когда мужчина стоит под хупой, она показывает до того, как они сейчас заходят в этот самый высокий именно момент в их жизни, то, что они сейчас становятся одно и на целе, целые. Женщина показывает то, что я сейчас становлюсь твоей защитой, я буду твоей ограждением. Из-за этого окружает его семь раз. И где же, на самом деле, проявляется то, что женщина защищает или ограждает мужчину от, мы поймем уже, от плохих вещей? По-прежнему, мудрецы, то, что женщина, она чрезмерно хорошо разбирается выбирать гостей. Она чрезмерно сильно разбирается избрать друзей для мужчины. Если мужчина хочет с кем-то начать дружбу, или что бы ни было, вначале показывай своей жене. Покажи, пригласи его дома, пусть она посмотрит на него, кто он есть. Значит, мудрецы говорят, то, что женщина была дана бина-ятара. Дополнительный разум, дополнительная интуиция, которая есть только у женщины. Шлаумелих писал, хохмат нашим бантабейта. Мудрость женщины это то, что строит дом. И тут мы находим в трактате Брахот история с Иша-шурнамит. Иша-шурнамит это история, которая была во время Танаха, во время Элиона Ви, пророка Ильяу. Как пророк Элиша, который являлся учеником Элиона Ви, он распространял Тору. И Элиша-на-Ви приходил сюда в дома у женщины, которую звали Иша-шурнамит. Так Иша-шурнамит сказала своему мужу, сказала, что давай построим на втором этаже какое-то место специальное для этого человека. Почему? Потому что этот человек, он святой человек. Он особенный святой человек. Говорят наши мудрецы, отсюда вас знай, то что женщина разбирается очень хорошо в твоих гостях. Она сразу же понимает, кто есть гость. Откуда она знала Иша-шурнамит, то что Элиша-на-Ви, пророк Элиша, он есть именно святой? Говорят наши мудрецы, потому что она заметила, то что когда Элиша-на-Ви кушает, то никогда муха не пролетает возле него. Есть второе мнение, которое говорят, то что на месте, где он ночевал, он никогда не видел там семи извержений. Но пока бы не было, она заметила таких мелких вещей, то что, какой мужчина, в принципе, замечает то, что кто-то кушает, и муха не пролетает. Это вещь, которая присущена им на женщине. Она замечает, что муха тут пролетела или нет, она уже знает этого. Говорят наши мудрецы, знай то, что она хорошо знает твоих любимых друзей. Из-за этого, если есть нужда, она тот является, то что охраняет тебя от плохих друзей. Очень часто, может быть, то что мужчина пошел куда-то там футбол посмотреть или там что-то делать, она чувствует даже заранее то, что вот ей не нравится то, что ты там идешь. Она, она может быть, даже и там не была, но она понимает то, что этими людьми, когда ты общаешься с этими людьми, то ты возвращаешься абсолютно другим человеком. Она может тебе неоднократно сказать, но нужно тоже услышать эту вещь. То, да, женщина, ее задача, ее место, что? Защить мужчину от плохих его друзей. И если задумываемся и услышим эти слова, мы можем действительно много выиграть в нашей жизни. потому что наши мудрецы, говорят, у них именно есть интуиция, вещи она видит, которые за стенкой человека. Она заходит очень глубоко в душевную человека и она разбирается в этом. Это первый момент, который, где проявляется защита женщины по отношению к своему мужу. Есть еще очень интересный момент, где женщина становится защитой для своего мужа. А это именно если мужчина хочет начать какой-то бизнес, начать какое-то дело, в первую очередь советоваться женой. Когда я женился, мне близкий родственник наш сказал мне, что Моше был состоятельным человеком, он как бы был очень... сказал, что в какое-то время что-то произошло, что ему предложили какую-то сделку, и он согласился на эту сделку. И в одну ночь он проиграл абсолютно все. Все то, что не было. А не то, что казино пошел, проиграл. Нет. Была сделка, была очень серьезная, очень, как бы, должно было быть очень прибыльный и так далее. Все. Но говорит, я это сделал с одной ошибкой. Это решение я принял без того, что советоваться с моей женой. Без того, что советоваться с моей женой. Всегда, когда хочешь что-то, иди советы со своей женой. Делайся какой-то бизнес начать, хочешь где-то инвестировать, где-то что-то сделать, какое-то начало, иди советуй со женой. Почему? Я что? У меня нету достаточно мозгов, нету у меня достаточно понятия, что есть деньги, что это, многие мужчины могут сказать, что она понимает в бизнесе, что она понимает в деле, что она понимает в работе. Она целый день дома, что она должна понять? недооценивая свою вторую половину. У женщины есть невероятная большая интуиция, дорогие друзья, и мы сейчас докажем, мы сейчас приведем историю, которая наяву именно появляет, проявляет именно вот эта вещь, о которой мы сейчас говорим. Женщина, она видит все дыры, которые ты, как мужчина, может быть, не заметишь этого. Ты хочешь открыть сейчас какой-то бизнес, она сразу же тебе скажет, Моша, я говорю, ты хочешь открыть вот там магазин на этом-этом улице? Да, ну смотри, через 20 метров есть такой же магазин. Уже смотри, у них бизнес плохо идет. И вот смотри, тут люди уже переезжают с этого места, потому что на другом районе там лучше живется. Тут у людей нет столько возможности, чтобы пойти на той магазине. Нету перспективы. А ты что думаешь? Да, я уже открою, я уже фантазирую, и то, что как уже второй магазин открывает, уже третий магазин открывает, он уже летает уже на небесах, а жена приходит и замечает все дыры. Там это не пойдет. Там этот минус. Иди заметь на эти вещи внимание, посмотри на это внимание. Кто это? Это женщина замечает этих вещей. За это ни в коем случае нельзя недооценивать ее. Ты хочешь инвестировать в это деньги, жена тебе скажет, да, Моник, ты хочешь инвестировать деньги, но у тебя сработа своя. Ты уверен, что ты можешь настолько хорошо работать на твоем работе, что твоя голова будет занята, ты можешь честно и правильно делать это все, или ты будешь полностью именно перейти на другую вещь, где ты хочешь инвестировать и так далее. Она права. Она права. Но что? Нужно послушать ее. Она является нашей защитой. Она, конечно, в итоге, что она? Она хочет для нас же доброту, она хочет для семьи же доброту. И вот, давайте я вам расскажу историю, которую рассказывает Гимара, в тракте опять проход. История о великих-великих мудрецов, а именно Рабан Гамлиэль. Рабан Гамлиэль являлся вождем еврейского народа. Он являлся, можно сказать, главным рабином всего еврейского народа того времени. Рабан Гамлиэль это было время, когда жил Раби Акива в это время, Раби Алиэзи, Раби Назария. Если мы в Акаде, когда мы читаем, то, что Раби Акива, Раби Алиэзи, Раби Назария, они сидели, и Талмидин, Талмидин Хахами, все эти истории, которые мы рассказываем именно в Акаде, Шерпецах, это именно то время. Это именно то время. И эта история, как Раби Алиэзи, Раби Назария, говорит, что я уже был 18-летний, 80-летний мужчина, который я не удостоился увидеть, что нужно прочитать утром и вечером выход из Египта, упомянуть. Все эти истории, которые мы знаем в Акаде, Шерпецах, это именно то время. И вот в это время Рабан Гамли являлся Наси, он являлся вождем и главным рабином все еврейского народа. И мы представляем, что это значит. Это значит уважение, это значит Аллаха, это значит все то, что ты скажешь, весь еврейский народ тебя слушает. И это возвышение, которое дальше уже... И вот мудрецы, там произошла какая-то история. И мудрецы хотели поставить кого-то вместе Рабан Гамлиля. Вот они ищут, кто может быть подходящим человеком, который может занять этот Великий пост. Быть таким великим рабином, который может быть взять его Аллаху, и который будут люди его слушать, и так далее, и так далее. Они искали несколько вариантов, рассматривали несколько вариантов, и в конце концов они остановились на Рабилезер Бен Азария. Рабилезер Бен Азария решили то, что он есть подходящий человек, подходящий кандидат для этого апостола. Почему? Потому что он мудрец, он большинственный доктор, он благополучный, он богатый человек, и, кроме этого, у него есть смене, связь до Эзра Софера. Он предок до Эзра Софера. И мудрецы действительно предложили ему вот это место. Рабилезер Бен Азария, мы хотим, чтобы ты стал следующим вождем еврейского народа. Рабилезер Бен Азария сказал, до того, как я приму этого, я хочу посоветоваться с моей женой. Я хочу посоветоваться с моей женой. И вот Рабилезер Бен Азария идет и советуется своей женой. Говорит ее жена, послушайте внимательно мудрой женщины. Мы понимаем, от каких великих людей идет тут речь и посмотрим, что советует ее жена. Говорит жена Рабилезер Бен Азария следующие слова. Кто сказал тебе то, что через какое-то время они не возьмут и не поставят опять Рабангам Леля и выкинут тебе с места? Тебе заменят? Вот Рабангам Леля же, они поменяли его место, потому что они хотели поставить вместе него кого-то и избрали тебя. Кто тебе сказал, что через какое-то время опять это не повторится с тобой? То, что произошло с Рабангам Леля внутри с женщиной. На что отвечает Рабилезер Бен Азария и сказал да, нет, может быть, не может быть. Он дает ему ей следующий пример. Берет и показывает ей такое выражение говорит чашка хрустальный чашка она может поломаться сегодня завтра. Но упадет он поломается. Безусловно. Но пока есть вода в него почему не выпить из него? Другими словами ты права. Может быть это произойдет. Может быть оно упадет и действительно да. Но с другой стороны если у меня есть возможность сейчас взять и выпить из него почему мне не выпить? У меня сейчас есть возможность пойти на этот пост почему мне не взять этот пост? И потом есть дискуссия о том, что у тебя нету бороды и так далее. Начинаются все эти чудеса, которые с Рабелеза Беназария произошло. И давайте посмотрим в конце. Рабелеза Беназария решил и да, пошел и взял этот пост, который ему предложили мудрецы. И он был главным рабином Израиля. Ну что, дорогие друзья, не прошло. Пошло время и мудрецы опять поменяли Рабелеза Беназария и поставили на этот пост опять Рабан Гамлиля. Так как сказала жена Рабелеза Беназария. Точно так же, как она сказала, кто тебе сказал, что тебе не поменяют местами, точно так же произошло. Один в один. Значит, она была права. И в конце концов, что произошло? То, что давали Рабан Гамлилю три шабата давать уроки и один шабат давал Рабелеза Беназария. И так они были дальше мировинами. Представляем невероятно большую мудрость, которая заложена в женщине. Мы хотим выбрать иногда какое-то именно дело, хотим что-то делать, в первую очередь пойти к жене и советоваться, потому что она есть кто, она есть наша защита. Она нас защищает от этих вещей. Если скажем, что мне не нужно, мне не нужно оно, даже великий мудрец, как Рабелеза Беназария, даже он пошел советоваться, и мы видим, как она была права. Как она была права. Это то идея, которую мы можем взять, и тот именно урок, который для Шаламбада необходимо важно понять важности, о мудрости, которые заложены именно в женщине. Как она защищает своего мужа. Давайте вспомним о том идее, о котором мы сказали в прошлом уроке, то, что женщина является эмоцией, и мужчина это разум, холодный разум. Холодный разум. И мы неоднократно повторили эту идею, что настолько каждая сторона наполняет друг друга. Тот факт, что они противоречия, это есть в принципе и тот именно наполнение, тот есть полноценность, которой нуждается вторая половина. Разуму необходимо чувство и чувстве необходимо разум. Эти две вещи, которые наполняют один другого. Один наполняет другого, дорогие друзья. И мы сказали настолько женщина является эмоциональной. И вот тут есть еще пару моментов, которые необходимы, чтобы как мужчинам даже знать важность именно этих вещей. Если женщина является эмоцией, то иногда приходят такие моменты, что мы хотим что-то скажем так переубедить их или показать им какой-то путь или договориться вместе о чем-то. И очень часто мы думаем как мужчина, что если я бы сказал таким же образом моему другу, то что он бы это понял. Вот она этого не понимает. Ты можешь очень часто прийти и сказать, что логически объяснить, вот так, вот сяк, почему ты это не понимаешь, ведь это так логично, что ты не видишь этих вещей. И иногда вот такие вещи, что мы стараемся разговаривать о том языке, который мы привыкли разговаривать. И мы понимаем, что нету связи, она этого не понимает. Мой друг и мой сосед и мой брат этого да понимают, но почему-то моя жена это не понимает. И потом начинаются обиды и переходит уже наличность туда-сюда, ты такая, ты на это похож, ты на это похож, не дай бог заканчивается неприятно это женщине, нашей жене что-то показать, что-то переубедить ее, и она не разум, у нее сила, в чем она двигает, в чем ее двигает, в чем ее силы, которые двигают ее, это эмоции. Так если мы хотим чем-то ее переубедить, показать, чтобы направить куда, что-то делать, нам нужно разговаривать с ее эмоцией. Потому что она есть эмоции. Хочешь доказать, что-то переубедить, что-то делать, разговаривай эмоциями. Дадим пример к этому. Мы сейчас хотим покрасить квартиру, детскую комнату, чтобы было более именно ясно. Ей она обожает розовый цвет, ей очень сильно нравится, и она хочет всю комнату покрасить розовый цвет. Но ты понимаешь, что у вас в этом комнате не только девочки спят, еще мальчики спят в этой комнате. Так ты можешь доказать день и ночь, сказать, что смотри, этот цвет не подходит, и мужчина должен играть играть игрушками, которые для мальчика, этот цвет, это да. Я просто дал очень банальный пример, просто чтобы для собер это ознен тоже называется, чтобы были доступны для нас. И вот мужчина хочет, чтобы был голубой цвет, потому что там есть еще парень, сын, который там их сын, который живет, который спит там. Так мужчина может сейчас логически доказать его и так далее. И если получится, получится, если нет, то но можно еще подойти по-другому. Можно подойти к этому делу, тоже доказать ее не чисто логически, а привести и отвести ее на эмоциональное состояние. Сказать к примеру то, что моя дорогая, ты помнишь, мы были в прошлом году в отдыхе на море? И вот ты помнишь, когда мы ходили на море? Цвет моря настолько успокаивал нас. Был такой сумасшедший год, много работ, много дел, и вот когда приходили чисто вот этот свет, который мы смотрели на море, настолько это было приятно, настолько это было шикарно, настолько это успокоило нашу душу, настолько это было классно. Она вообще не думает о краске, об этом, вообще в ее глазах это что сейчас? Она видит море, цвет моря, голубой, спокойствие, и все, она уже пошла в своем эмоциональном мире наверху уже. И в этот момент ты можешь просто кинуться одним словом, моя дорогая, тебе не казалось бы то, что для наших детей было бы тоже приятно увидеть такой цвет, для нашего мальчика увидеть тоже такой цвет, спокойный цвет, чтобы успокоить его чуть-чуть может быть. Да, 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 мой дорогой, да, ты прав, в действительности это для нашего сына как раз, как раз это то, что нужно, чтобы успокоить его нужным на такой цвет. Что ты делал? Просто все лишь начал разговаривать о эмоциях, не логически доказать и этот, и этот. Жена это не друг, жена это не мужчина, мужчина сможет общаться с разумом, но женщине нужно доказать его через это. Дадим может быть другой пример. жена купила сейчас большие цветы, и ты понимаешь, что она постоянно на таком месте, где постоянно дети, ты, и все спотыкаются, но она, ей хочется, чтобы было здесь, все. Ее в голове это ее место. Она так решила. У тебя есть вариант А, иди пойти поспорить с ней и доказать ее, настолько это нехорошо, или пойти ее эмоционально отвести абсолютно на другом уровне и через это показать ее то, да, действительно в другом месте было бы намного лучше. Ты хочешь, допустим, поставить эти цвета возле окна, ты можешь просто дать простой пример. Дорогая, ты помнишь, когда мы были опять таки на море в прошлом году? И так было красиво то, что видеть из окна пальмы и такая красота была видеть восход солнца и так далее. Ты помнишь, как было красиво? Почему не поставить, допустим, тоже у нас дома так же? Поставить, допустим, эти цвета или эти деревья поставить возле окна, чтобы была такая же именно красота? Она уже все, она не видит, она что она видит уже в этих цветах или в этом кусте, что бы она не купила бы? Она уже не видит этот цветок или это, она видит только вот этот восход солнца и она видит отсеет, как перед его глазами сейчас море уже возле перед дверью и так далее. У нее уже уже другое абсолютно, она пошла на своих этих фантазиях. И таким образом, как мужчины можем ее очень сильно отпести и договориться, но когда мы понимаем, что она такая, у нас уже есть большой ключ, как подойти к сердцу другим наполовину. К этому еще есть один очень важный момент, который я бы хотел бы здесь сказать, а именно женщина она по натуре очень сильно переживает и как мужчины мы ничего не можем с этим делать. Это она переживает. Переживает. Если сын идет куда-то сейчас в автобусе куда-то, сколько раз мама позвонит до того, ему нужно два часа доехать с одного города до другой города. Сколько раз мама позвонит в этой дороге? Сынок, ты сел? Да, мамочка, я сел. Сынок, через полчаса, сынок, все нормально, у тебя есть еда, ты голодный? Нет, тебе холодно? Нет, хорошо, мама. Через полчаса у тебя все хорошо, тебя проверили уже, билет, все хорошо? Да, мамочка, все хорошо. Через два часа, когда ты зайдешь, ты не задерживаешься? Все хорошо? Да. Нету там плохих людей? Все. Мамочка, я перезвоню тебе. А что переживаешь? Тысячам людям и миллионам людям вот так доезжают каждый день. Нет, она переживает. Она переживает. То же самое по отношению мужа. Где муж находится, она знает, что она сейчас на работе, он сейчас на работе, она знает, что в восемь часов он должен вернуться. Вдруг произошло ЧП, он задержался. Там, не знаю, попал в пробки, задержался на работе. Что мужчина думает? Песайтер, подожди, в чем проблема? Но мужчина не понимает, что она сейчас переживает. В восемь ноли день у нее уже начинаются мысли. А какие мысли? Все плохие мысли, которые есть на этом свете. Все плохие мысли. Что произошло с ним? Почему он не пришел? Все время приходит здесь. Что с ним? Все хорошо? Жив? Не жив? У нее есть дед? Все хорошо? Кто ему даст? А может быть его кто-то встретил? Что-то произошло в дороге? Она не думает так, как мы. У нее мысли идет чрезмерно в другое именно направление. Мы думаем, что может быть? Песайтер, если произошло бы с другом такую вещь, я же буду переживал бы. Это друг. Но жена, она переживает. Человек опаздывает. Возьми, позвони. В восемь ноли день. Дорогая, напиши, что я все равно все хорошо. Я через пару минут приду домой. Задержался на работе. У меня вот так, вот так. Что-то произошло, у меня задержка какая-то. Женщина, она переживает. И тоже, как мужчина, знаешь, что если она постоянно звонит, это не потому, что она хочет тебе надоедать, потому что она переживает. Это показывает, слава Богу, то, что есть такой именно здоровый связь. слава Богу, то, что есть такой здоровый связь. И она переживает, что с тобой. И она показывает свой натуральный именно чувство, которое есть в нее, и ее любовь в отношении к тебе. И если переживает, значит, да, действительно, она думает, она хочет, чтобы с тобой было все хорошо. И не обижаться на это, не дай Бог. Наоборот, радоваться, слава Богу, да, позвонил. Да иногда это может быть ставить, без следа, достал уже, сколько можно. Нет. Наоборот, ценить это. ценить этого, дорогие друзья. И к этому я бы хотел еще использовать с возможностью и сказать невероятно большую вещь, которую я слышал от давно, пару лет назад от Мавровина Лойхтера. Он сказал один в своих шиурах историю, которая произошла с ним. И мне кажется, это он не сказал детали, на самом деле, этой истории. Но, мне кажется, каждый из нас может догадаться, как бы, что там было. И совет, который Равлойхтер просто отдал этому человеку, просто поразительный, просто невероятно важный именно для нашей жизни. Пошел молодой человек к Равлойхтеру и сказал ему, что Рав, мне нужна семья, все хорошо, жена, мама, слава Богу, все отлично. Я предпределяю, я предпределяю, учитель, говорю, в школе, но мне сказали, одна проблема. К сожалению, я постоянно спотыкаюсь над очень большим грехом, над очень большим грехом, которому наказание карет. Карет дается, как бы, за, я так представляю себя, ну, как бы, карет дается, когда есть отношения, замужная женщина и так далее, или таких, как бы, еще очень старше, я не думал, что он кушал Йом Кипур, там, хамед, этот, еду, или там, пэзах кушал хамед, или и так далее, да. Как бы, наверняка было что-то, что-то связанное именно с этим. Он сказал, я всегда, говорю, приступаю, говорю, это вещь. Он был очень искренний, крабый, я не знаю, что мне делать. Я люблю мою семью, я обожаю, все хорошо. Просто вот, азой. Скалор Брухтер говорит, представляете, очень тяжело человеку, что ты можешь сказать? Минешавайн, Всевышний, вовремя пришел, в него мысль, и сказал этому человеку, что мой дорогой, что ты делаешь на паузах? Когда здесь перерывы, что ты делаешь в это время? Я говорю, я выхожу, там, не знаю, секретом может быть, перекусить что-то, пошла прогуляться, позвонила, там. Слушай, говорит, с завтрашнего дня ты берешь, каждый раз, когда ты на паузе, берешь свой телефон и звонишь своей жене. Говорит, берешь своей жене, а о чем разговаривать? Обо всем. А не о чем? Просто разговаривать. Разговаривай с просто своей женой. возьми просто телефон и позвони ей. Через какое-то время, дорогие друзья, возвращается этот молодой человек обратно к корабле вторую и говорит, Раф, я послушал ваш совет, слава Богу, я ушел от этих плохих вещей. И мы думаем, что один звонок, что это может быть? Дорогие друзья, каждый звонок, каждый раз, когда мы звоним, когда мы именно в течение дня представляем, сегодняшний день мир идет настолько быстро, к сожалению, мужчины и женщины, они вообще мне не общаются. Утром просыпается, мужчина идет на работе, идет на своем бизнесе, вечером возвращается, убитый, идет спать, все, закончился день. И в старости лет, когда уже на пенсии смотрят, как два голубчика на друг друга, не знают, о чем разговаривать, что мы были, что с нами было, мы целую, весь жизнь были в заводе. Что, что было весь жизнь? Дорогие друзья, у нас есть вот эти 5-10 минут, где мы можем построить очень здоровые отношения, взять и позвонить друг друга. Не только тогда, когда мы задерживаемся, и мы сейчас, мы должны сообщить нашим женам то, что, моя дорогая, вот я сейчас задерживаюсь, и подожди меня, или так далее, или все хорошо со мной, позвонить в тот момент, когда у нас есть свободное время, и просто пообщаться. Мы уже сказали в первых уроках настолько важно просто им на общение. И вот этот простой телефонный разговор, это может быть еще один дополнительный ключ, дополнительный шаг к сердцам другого человека. Потому что, а, позвонила сейчас моя жена, а, ей сейчас важно, о, позвонил сейчас мой муж, значит, ей важно именно, где я нахожусь, что со мной происходит, что нам нужно, обсуждать, понять, пошутить, что-то делать, просто чисто разговаривать. Это уже приближает нас одним шагом вперед, дорогие друзья. Постараться. даже чисто вот пять минут это есть, но это дает невероятно большой импут, дает невероятно большой связи между друг другом. И в течение тогда работы, когда у нас есть какие-то испытания, там есть, не знаю, там, женщина, которая может быть там есть, или там есть, ты уже понимаешь, что, ты можешь сейчас пойти за этими вещами, и твои царара, не дай бог, отвезет именно туда. Или может быть тот момент, когда ты скажешь, да, у меня это время, что с женой нужно поговорить, тогда, что у тебя есть, ты опять связываешься с женщиной, которая есть часть на твоей душе. И это тебе дает уже ту защиту, которая тебе нужна необходима именно в работе. Ты опять напоминаешь эту вещь, тебе нужно, как мужчине, это чрезмерно очень-очень сильно и выводит уже женщине. И эта вещь очень-очень здоровая. Это очень здоровая именно вещь, которую можно делать именно в семье, дорогие друзья. На этот момент мы бы хотели бы перейти сейчас чуть-чуть к мужчинам. Чуть-чуть к мужчинам. Все это время подшествую еще и сказали о женщин, характере именно женщин, в чем их есть и так далее. Хотели бы сейчас с божьей помощью перейти чуть-чуть о тхунот, о качество, которое связано с мужчинами. Если мы помним, в прошлом уроке мы сказали, что лицо и как вообще выглядит человек, это показывает внутреннее состояние человека. Мы сказали, что женщина, у нее есть тонкий контур, у нее тонкое лицо. Извините, почему? Потому что это показывает ее черта характера, показывает, кто она есть на самом деле. Более нежная, более связанная с Творцом, более возвышенные, более именно духовные творения. А мужчина с другой стороны, он более грубый, у него грубое лицо. И он более грубый, но тоже внутри. Ему нужна работа над собой, чтобы дойти, возвышаться, быть им лучшим человека. Один из вещей, которые мы видим тоже, мужчина и женщина, это что? Мужчина, он очень сильно волосатый. Он тоже волосатый. И мы думаем, что это просто так, это не просто так. Почему? Потому что эта вещь, он показывает его личность, его то, то, его сущность. Эти волосы и его это все показывает, что ему важна внешность. Хи Цуниут, это все именно болит, это все выходит извне. И мы уже привели пример к этому, насколько женщина смотрит, засматривается именно в глубине, глубине вещей. И насколько мужчине, как мы сказали, женщина хочет, чтобы было чисто, мужчина хочет, чтобы выглядело чисто. Нужно внешне, чтобы было. И как женщина тоже, женщина должна осознавать этого, то, что кто он есть, что он именно так создан. Это есть на самом деле его создан. Мужчинами сказали, это разум, и женщина с другой стороны, это эмоции. И мужчина не, скажем так, у него нету так много эмоций, как у женщины, он не может настолько как бы быть эмоционально в отношении своим детям, у него нету настолько большие именно вещи, он очень очень сильно разуме своими холодными разуме. Пример, который мы дали тоже, что женщина хочет что-то покупать, и это эмоции ее дает, как это решение, это то, что управляет ее, но с другой стороны, мужчина ей делает стоп, говорит, остановись, есть разум, который не подходит реально с той эмоции, которые тебе сейчас водят, которые хотят решить какое-то решение, из-за этого эти стороны именно как они дополняют друг друга. Теперь, во всем этом механизме между мужчиной и женщиной у мужчины есть роль вождя. Роль вождя, дорогие друзья, в семье разум это то, что быть, то, кто ведет именно всю женщина, она должна чувствовать то, что да, мне есть на кого-то опираться, я знаю то, что за мной стоит сильный человек, который ведет именно семью. Разум ведет семью, а эмоции это есть мотор, который дает этого всего уйти. Но кто управляет, кто есть водитель этого всего, кто есть это земном мужчина. Потому что необходимо, чтобы разум вел именно семью. Потому что, не дай бог, если эмоции будут вести именно семью, долго не поддерживается это все. Эмоции очень часто опасны. Но разум без эмоций это тоже плохо. из-за этого разум ведет именно как капитан семью. И эмоции они дают то направление, куда они должны пойти. Дает вот этот мотор, который дает эти эмоции. И мы сейчас скажем, что имею ввиду, где именно это проявляется. Но необходимо понять, что роль мужчины дома это есть быть вождем. Быть вождем. И женщина должна осознавать, что это необходимо, и это здорово, и это хорошо для нее же. Для семьи. Чтобы он был вождем, а не она. И мы сейчас увидим настолько в нее силы, если бы женщина осознала бы что заложено в нее. И как она ведет семью, как она направляет своего мужа. Она даже не захочет взять этот штурвал. Она даже не захочет взять этот роль, это роль вождя, и чтобы она вела именно всю семью. Потому что это есть на плече этого мужчины. Это есть на плече именно мужчины. Теперь. Написано в Торе следующие слова, дорогие друзья. После того, как согрешили Адам и Хава, согрешили Адам и Хава и змея, мы уже неоднократно упомянули то, что мир был в этом мире спустил 39 разных наказаний. Сказали, что женщина получила 10 разных наказаний. Так говорит Вель ищех тщукатех вегу им шурбах. И всех наказаний, то, что она получает, в конце говорит творец женщине в следующий момент. Вель ищех тщукатех к мужчине будет твое влечение. Послушайте очень внимательно. Это есть сущность женщины, дорогие друзья, то, что мы сейчас говорим. Женщина по сущности у нее что есть? тщука, у нее есть влечение, стремление, притепление к мужчине вегу и он одновременно им шурбах. Он будет господством возмен над тобой. С одной стороны влечение, стремление притепаться к чему, к чей она хочет, к мужчине она постоянно стремится к этому. Даже настолько, настолько то, что мудрецы говорят, то, что женщина она лучше выйдет замуж за не совсем хорошего человека, некрасивого и так далее, лишь бы, чтобы не быть одной. У нее вся именно стремление, вся именно чука к чему, чтобы быть пролеплен именно к мужчине. Но одновременно у нее есть наказание, что вегу им шурбах и он будет кто? Тот, кто будет властвовать, тот, кто будет господством над тобой. говорит, вот, рабином бахаи, дорогие друзья, это же противоречие. Скажите мне, человек, который господствует, кто-то есть господином или хозяином надо мной, я что, мне будет желание делать его желание? привязываться к нему, быть именно влечением, быть именно по отношению к нему? Любой человек, любой раб, любой, где есть у него хозяин, он всегда хочет убежать от этого, он не хочет от этого. Говорит нам рабином бахаи, это есть тот наказание, это есть тот вещь, которую творец дал именно женщинам. Это против натуры, сила, которая есть именно в женщинах. вещь, которую невозможно понять, но факт это есть то, что они есть. То, что она именно хочет, постоянно жаждует, постоянно у нее жажда, чтобы мужчина вел ее, чтобы мужчина был водителем ее жизни, чтобы он был, это то, что она именно желает. И он является на самом деле кто господствует над ней, и она хочет, несмотря на это, быть именно под ее этим, под ее и как это работает. Это есть именно вещь, которая против этой натуры, против этого мирских вещей, но это то, что творец говорит. Это то, что творец говорит. И дорогие друзья, сейчас мы понимаем, что где есть роль мужчины и женщины. Если мы хотим более облегчить именно это понятие, можем сказать, что мужчина это есть водитель, чего водитель, он есть капитан. Он есть именно капитан. И если он есть капитан, дорогие друзья, это капитанство не должно быть брутальным. Это капитанство должно быть капитан, но он должно быть человечным, не брутальным. быть капитаном, но джентльменом быть. Быть капитаном, но быть с любовью. Быть капитаном, но думать о других своих пассажирах, которые есть у тебя в этом борту. Кто есть настоящий именно правильный капитан, капитан, который говорит, что кто-то сейчас упал на борту и нужна его помощь, которая говорит, что иди занимись с ними, что с ним произошло. Или капитан настоящий скажет, что останавливаемся сейчас весь этот, я сейчас иду, сам разберусь, сам посмотрю, кто есть там, потому что у меня на борту никто не болеет, никого нету права, чтобы было больно, нету права, ни у кого что, чтобы говорил, мне плохо, мне холодно, мне жарко. Водитель кто? Любовью, которой есть водитель. Водитель, который как джентльмен, он человек, он человечно ведет свою семью. Как говорили наши мудрецы, то, что любовь, которую хочет мужчина показывать своей жене, обнимашку, которую хочет обнимать мужчина своей жене, пусть будет, как обнимашка, которую отец дает своей дочке, а не так, как мужчина своей жене. В чем разница между этими? Потому что, когда мужчина, как отец дает обнимашку, обнимает свою дочку, обнимает, чтобы было ей приятно. Он не думает о себе, он думает всегда о ней, он думает о ней, чтобы ей было приятно. Так говорили мудрецы, то, что обними ее, обними свою жену, так как ты обнимаешь свою дочку. Так как ты обнимаешь свою дочку с любовью, с любовью. И посмотрим, дорогие друзья, в словах женщины, как мы часто это слышим, но мы не слышим, что они имеют в виду. Женщина говорит тебе, что дорогой, что мне тебе приготовить? Приготовить что-то. но если мы возьмем ее слова и мы хотим написать комментарий над ее словами, что имеется в виду? Она говорит другими словами, мой дорогой муж, вези меня, скажи меня, куда мне пойти, что мне делать? Ей нужно, она жаждует этим, да вези меня, куда нам пойти? Приготовь эту еду, эту, эту, она будет, бегом, все будет в этом свете, чтобы делать на твои желания. Жена приходит и говорит, давай, пожалуйста, купим новую мебель, давай поменяем что-то, давай что-то делать, что она говорит, давай пойдем, вези меня, отвези нашу семью, будь вождем в семье, а он говорит, нет, иди сам разберись, иди сам разберись, и она заставит, она заставит по-всякому, если не с любовью, отговорит, нет, ты пойдешь, и, но что, в его словах, это то, что видно, дорогие друзья, отвези меня, вези меня, будь вождем семьи, будь вождем, мы должны решать, куда наших детей отвезти, будь вождем, что ты думаешь, отвези нашу семью, будь харизматичным, будь ведушим, будь тот, кто ведет семью, это есть, дорогие друзья, тот большой мессер, тот именно большой мессер, который есть да, именно на мужчине, тот большой сил, который заключается именно на мужчине, он именно тот, ведет, и ни в коем случае, дорогие друзья, женщины не постараются взять руль ими от мужчины, ни к чему хорошему этого не привезет, дорогие друзья. До свадьбы женщина находится под крыльями своего отца под крыльями своего отца после свадьбы мужчина когда приходит и берет просит руку своей будущей жены от родителей вот от отца на своей будущей жены это другими словами это так если можем давать на такой маша тоже это как будто она он он сейчас старается взять ее под своими руками и до этого являлся кто управляющим это было над нее это был его отец его отец это был тот человеком который всегда папа мне холодно звоним патте мне жарко отце ему хорошо плохо все было отец и сейчас мужчина является тот тот кто является в роли отца он есть сейчас отец его и если как ребенок когда ему холодно жарко или этот все время у него глазами на своего отца тоже самое наш наша жена тоже самое мы сейчас становится ее этим и мы должны дать эти эмоции которые мы даем наших именно дочерей то же самое они нуждаются в этом они нуждаются на в этом дорогие друзья из-за этого обними так как свою дочку говорят наши мудрецы обними ее так как она была бы твоя дочка думая о ней чтобы ей было именно приятно отвези семью как как джентльмен отвези не будь британин не дай бог не будь британин о я тут босс я тут хозяин тут-тут-тут должно быть так это как этот закон как я сказал никто меня служит то должно быть так у человека будет человеком будем на джентльменом быть харизматичным но мы с любовью отвези семью с любовью спинах от с понятием и так далее тогда будет настоящий шаламбет дорогие друзья так тогда будет и очень важно дорогие друзья и семья за одном это важный момент чтобы женщина осознала что от капитана нельзя поломать его слова если наш муж это кто это есть наш капитан и он есть наш ведущий то поломать слова капитана это нельзя поломать слова мужчины это большой очень плохой пример кого для детей и для нас же его слова это слово нужно поговорить конечно с любовью и бенахат и этот чтобы договорить понятен как по-человечески но его слова это должен быть слова слова капитана есть капитан чтобы дети и в семье должно было быть ясно понятно кто стоит над пирамидой есть пирамида и мы сейчас дорогие друзья мы понимаем то что нет абсолютно вопросов тот мужчина подкаблучник или тот именно ведущий тот именно она тот он это абсолютно не вопрос если мы видим то что он есть на ведущий это то что наши мудрецы говорят и это то что заложено в сердце любой женщины женщина этого желает и мужчина он должен умеет этого понять так друзья у меня есть знакомый тут тоже грузинский парень который он женился на европейские женщины европейские женщины очень сильные но настолько харизматичный парень настолько он именно ведущий на своей жизни даже ее который принципе она европейская здесь выросла в европе она просто вот таким нас смотрят на него ты видишь как просто парень ведет абсолютно всю семью просто ведет а ты скажешь то что она очень доминантная она очень сильная то чувством да и nocheumi любая женщина этого именно требую любая женщина трудно чтобы ее возили чтобы ей именно направляли и если она думает поверьте меня душа любой женщины который как в deployment value не было любая женщина этого желает какая потому что знаете почему не потому что я сказал творец этого сказал творец сказал у тебя будет жажда перес saber смотреть за неё и она жажду и чтоб ты вел настолько она не была бы хоризоматичный. Ты должен быть хоризоматичный, ты должен быть джентльмен, ты должен именно привести ответственность на эту семью. Да? Нужно их покупать? Давай пойдем, дорогая, пугами, мы выберем сейчас с тобой. Да, мы должны этого делать. Пойдем. Что мы решим? Пойдем выдумывать, как именно ее радовать, придумывать, как его на ответственность на семью, чтобы она знала, да, это есть мужчина, который ведет именно всю семью. Но на время, дорогие друзья, я хочу вам показать ответ на первый вопрос, который мы сказали в нашем прошлом уроке. Она является кто? Она является помощником для тебя, мужчина. Она является помощником для тебя, мы сказали, то, что говорит нам Тора. Давайте создадим помощников для него. Где же она является помощником для нее? Дорогие друзья, говорят наши мудрецы, какая женщина из Кашерная. Кто является Кашерной женщиной? Женщина, которая делает желание своего мужа. Женщина, которая делает желание своего мужа. Можем понять в буквальном смысле, то, что женщина делает все то, что муж говорит, и это так и есть. Мудрецы полно именно примеров, где мы можем это привести, как женщины цатканьот, праведницы, которые делали именно желание, именно своих мужей, в буквальном смысле, то, что они говорили. В буквальном смысле, без привлечения туда-сюда. То, что они говорили, это и то, что они делали. Это женщина Кашерная. Но говорят наши мудрецы, что ты можешь это понять по-другому, что это значит, это Кашерная женщина, это тот, кто делает и создает желание мужа. Какие желания будут у твоего мужа? Это то, что ты, как праведница, создаешь для своего мужа. Ты, как еврейская праведница, праведная женщина, праведная жена, это ты, есть тот инструмент, тот, кто создает правильное направление, куда это все равно повезет, куда этот корабль будет отвезти направо-налево, куда это повезет. Это то, что ты решаешь, моя дорогая женщина. Это есть твоя гигантская сила. Дорогие друзья, посмотрим, кто был рабе Акива. Рабе Акива, который абсолютно до 40 лет ничего не знал, ни Алиф Бед, ни ничего абсолютно. И взял его Рахель. Рахель, когда была дочкой один из богатых-богатых людей, Калбас Абуа, и сказал то, что отцу, я хочу именно Рабе Акиве жениться. Кто он знает? Ничего не знает, абсолютно ничего. Ничего не знает ни Алиф, ни Гемора, ни Мишна, ничего не знает. Но она сказала, я верю в нее, у нее есть гигантские, хорошее имяное качество, и от нее выйдет большой минатор. Они женились. Отец сказал, Калбас Абуа сказал, Рахель, Рахель, если ты женишься на нее, ты все равно потеряешь. Он сказал, обеседер. Королева, такая именно дочка на такой богатого человека, вышла за такого нищего, он вообще ничего не был у него. Они спали, здесь спят, животные. Они там и спали, дорогие друзья. Пока Рахель направила, направила, Акива, я с тобой именно женюсь, на условии, что ты пойдешь Тору изучать. Рабе Акива говорил после свадьбы, да, на хинаме, да, я хочу пойти изучать Тору, но мне стыдно, куда мне пойти? Мне уже 40 лет, мой сын уже должен пойти изучать Тору, куда мне пойти? До такого момента, где ее именно капал, 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 капал ее. И что она достигла? То, что Рабе Акива пошел и стал то, что стал Рабе Акива, дорогие друзья. Рабе Акива возвращается через 24 года с 24 тысячами учениками, возвращается обратно, и выходит Рахель, и говорит Рабе Акива своим ученикам, «Шеливи шелахем шелаху» «Все то, что я удостоился всей Торы, и все то, что удостоились, вы все 24 тысячи ученика, все заслуга Рахель». Что это значит «все заслуга Рахель», дорогие друзья? Она есть мотор, который вы видите во мне. Она есть то, что я есть. Вы то, что есть, тоже она. Двора Невья, дорогие друзья, Двора Невья, говорится, женщина, которая была пророчицей, а здесь мало пророчиц женщины, которая была в еврейском народе. Говорится, Иша, его звали, да, Двора, его звали Эшет Лапидот. Женщина кто? Женщина, которая была в факеле. Невья Эшет Лапидот. Жена факеле. Что это значит «жена факеле», что это значит «эшет Лапидот». Говорит, Наши мудреци, это надо в Ильяу, то что Двора, его муж, который звали, по мудрецам, звали его Михаэль, но он был еще двор из них имени. Его звали, то что «эшет Лапидот», его звали Барак. Лапидот звали Барак и Михаэль. Так что это значит «эшет Лапидот», что муж, дворя Невья, пророчица, дорогие друзья, была марицем из Налтору. Так что она сделала? Она брала и она делала фитили, толстые фитили для шилок, где была мешка, до того, как построили Шлома Мелех храм, она делала фитилики и говорила своему мужу «Иди, отвези в храм толстые фитилики, чтобы был большой свет и ты будешь среди Тармиде Хахамим, ты будешь среди праведников». И в конце концов, что вышло, дорогие друзья? Это свет, который привозила двора через своего мужа. Муж вернулся и стал именно Тармид Хахамом и удостоился Олам Аббад, дорогие друзья. Кто создает Михаэль, кто создает «эшет Лапидот»? Твора Невья, женщина. Иди, направляйся, иди в Бетакнесет, иди помолись, иди в синагоге, иди там, иди, капай, капай, капай в нее, потому что это есть в тебя именно эта сила. Штурвал никогда нельзя взять, нельзя взять именно эту роль, отвезти туда, направо, налево. Это ее задача. Но куда отвезет это? Куда будет везти направо, налево или какое направление? Это то, что женщина именно сделает. Кто такая кошерная женщина? Тот, кто создает желания мужчины. Мой папа, дай Бог ему здоровья, всегда говорит это. То, что я слава Богу читаю Тору и это дело, все заслуга твоей мамы, заслуга моей мамы, она говорит. Все то, что Баруха Шаен говорила, моя мама всегда папа, иди учись, иди делай, иди делай. Что то, что я делаю? Баруха Шаен уже годами, мой отец читал, дай Бог ему здоровья даже, читал именно Тору в синагогах, и там, в хазану. Все то, что я Тору, я знаю, благодаря моей жены. Дорогие друзья, это есть с силами на женщины. Силами на женщины в чем? Создавать желание мужчины. Создавать, что он хотел, что он будет хотеть, какое стремление у него будет, это то, что женщина говорит. Это то, что женщина создает. Женщина захочет, чтобы мужчина пошел туда, капает, капает. Пойдем туда, делаем этот, делаем этот, капает, 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 капает. Потом вдруг он решил, ох, пойти туда. Он думает, что он решил пойти туда. Но на самом деле, кто решила? Это два года работы, которые она капала каждый день. Вдруг она решила, пойдем налево, капает, 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 штурвал не забирает. Капает, 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 капает. Оп, давай пойдем налево все, все пойдем налево. думает, что я решил это все. А мы как говорится у нас, ты что решил? Ты не решил, не решил. Решил просто твоя жена. Мотор твой решил. Но штурвал ни в коем случае не забрать, дорогие друзья. Штурвал не забрал. Нельзя забрать этот руль. Есть гигантская сила, которая в женщинах. Мы сейчас понимаем, что это кто является помощником, в чем есть сущность женщины, чтобы помочь мужчине, чтобы он был совершенствоваться в себя. Сейчас мы закрываем все вещи, которые мы до этого сказали, дорогие друзья. Кто есть женщина по натуре, что есть у нее силы? Она создана здесь, в этом мире, чтобы быть помощником для своего мужа. В чем? Создавать его желание. Направить его. Он есть разум. Он есть в души. Он есть все. Ты есть все силы. У тебя есть силы булдозера, гигантские силы, которые ты можешь давать и сделать, держать в системе все обсуждено на тебя. Но штурвал никогда нельзя взять. Потому что для этого ты создана. Если ты будешь сам с собой, как женщина, связана и осознавать то, что это есть то, что в тебе заложено, не убегай от этого. Не убегай от этого. Дай мужчине ему штурвал. Дай ему уверенность. Дай ему это все. Ты будешь это давать, возвышать. Ни в коем случае его не поставить вниз. Очень часто есть женщины, которые ставят мужчину очень сильно down. Берет и тянет очень сильно добро. «О, ты не можешь этого, ты этот, ты не способный, ты этот». Мужчина, он ломается. Он гордый. Он гордый. Ему хочется, он возвышенный. Ему тяжело это все. Наоборот, поднять его. Ты можешь, ты это сможешь, у тебя есть силы, я верю в тебя. И тогда ты увидишь то, что когда его натура по-настоящему выйдет, его настоящее желание, что? Что он будет именно ведущим. «Ви Аллах чукатех, вегу им шорбах, вегу им шорбах». Он будет именно властвовать. И когда женщина по натуре будет тоже счастлива. В ее сущности она будет счастлива. Это то, что она жаждует. К сожалению, наш мир продает всех именно плефов и все именно грязи, которые могут быть в этом мире, дорогие друзья. Все эти фильмы, вся эта культура, все-все-все, это все дает нам не быть то, что мы должны быть. То, что мы есть, в принципе, по-настоящему. Это тот момент, когда женщина будет женщиной в семье. И мужчина даст быть именно то, что она должна быть. То, с Божьей помощью, уже направится все в правильное направление. Мы видим, как часто я вижу, до сегодняшнего дня это. Мужчина может быть, что ты с ним посмотришь? Внутри у нее женщина направляет его правильно, направляет его правильным образом. Пойдем в Торе, еще, еще Тора, еще этот, будь лучшим человеком, еще уроки давай, еще этот, возьмем вместе, поставим этот, неоднократно я это сказал в наших уроках, мужчина не идет именно в Торе, изучает, включай здесь, включай дома, когда дома, все вместе послушаем что-то. Направляй его, направляй его. Субтитры сделал DimaTorzok,